Вы слушаете канал жаж.клаб, 8 женщин-астрономов, которым нужно отдать должное. Экскурсия по избранным светилам астрономии от Древней Греции до наших дней. Андреа Гесс, профессор физики и астрономии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, получила Нобелевскую премию по физике 2020 года за открытие сверхмассивной черной дыры, заполненной четырьмя миллионами Солнц, в центре нашей галактики. Среди четырех женщин-лауреатов Нобелевской премии по физике на сегодняшний день Гесс – единственный астроном. Ее награда является вершиной для женщин в области астрономии и астрофизики. Тем не менее, женщины-астрономы остаются в меньшинстве и часто сталкиваются с отсутствием признания, тернистыми карьерными путями и притеснениями. Но сегодня женщины участвуют и публикуются в астрономии и астрофизике чаще, чем в физике в целом, проводя исследования мирового уровня. Гепатия первой женщиной-астрономом была Урания, греческая муза астрономии. Она была известна в мифологии как дочь Зевса, чем царством было небо. Помимо этого божественного наследия, Урания стала изображаться производящей измерения на поверхности земного шара, что символизировало женщин, занимающихся астрономическими науками. В ту древнюю эпоху была одна настоящая женщина-астроном. Фото, союз женских сил, РФ Гепатия, около 355-415 год от начала нашей эры, была математиком, астрономом и философом, которая жила в Александрии и работала над таблицами, связанными с астрономическим трактатом Птолемея, Альмагест. Эмили и Дюшатли прошли столетия, прежде чем другие женщины, изучающие небо, оставили свой след. По мере того, как женщины становятся все более заметными, мы узнаем об их прошлой работе, в том числе о незамеченных исследованиях. Три начинающие женщины-астрономы демонстрируют различный научный вклад, хотя пути, по которым они вошли в мужской мир астрономии, различны. Француженка 18 века Эмили Дюшатли и шотландка 19 века Мэри Сомервиллю совершенствовали существующую астрофизическую теорию, как описано в обзоре поэтессы и философа Эмили Грошольц, «Свечи в темноте». В эпоху между этими двумя жизнями англичанка немецкого происхождения Кэролайн Гершель получила широкое признание благодаря своим телескопическим наблюдениям за кометами и туманностями, как это представлено в исследовании физика и историка науки Эмили Уинтерберн. Дюшатли родилась в 1706 году в аристократической семье. Ее отец, главный по политическим протоколам в Версале Людовика XIV, признал ее ум и привел наставников и ведущих ученых, с помощью которых она изучила шесть языков, математику и физику. Это позволило ей внести свой вклад в астрофизику того времени, которое задавалось важным вопросом, что вызывает движение планет. Исаак Ньютон приписал это универсальной гравитационной силе, представленной в его основополагающем труде «Принципия математика» 1687. Вместо этого Рене Декарт считал, что частицы, вращающиеся в небе, двигают планеты и вызывают гравитацию Земли. Увидев превосходную предсказательную силу подхода Ньютона, Дюшатли вместе со своим возлюбленным, великим французским писателем Вольтером, написали Institutionist de Fisike, 1740 год, чтобы представить теорию Ньютона. Дюшатли обновила его, заменив геометрические методы Ньютона новым мощным инструментом исчисления. Эта переработка ньютоновских идей на французском языке способствовала их принятию в Европе по сравнению с картизианской теорией. Фото, по сенфорум.ру Мэри Сомервиль Слава Дюшатли со временем померкла, тогда как в 2017 году Мэри Сомервиль была удостоена чести разместить свой портрет на шотландской банкноте, хотя ее образование было гораздо скромнее. Родившаяся в 1780 году, эта дочь британского адмирала получила лишь ограниченное образование, но сама занималась математикой и астрономией и выучила французский язык. Во втором браке она нашла в лице мужа восторженно поддерживающего поклонника. К 1827 году ее способности были хорошо известны, и Мэри попросили написать популярную версию на английском языке огромного сборника Пьера Симона Лапласа «Трейд де Меконик Селест» 1798, который расширил принципия. Версия Сомервиль «Небесный механизм» 1831 год углубилась в теорию гравитации и ввела новые математические методы. Подобно усилиям Дюшатли, они распространяли идеи Ньютона. Среди других запоминающихся моментов в карьере Сомервиль то, что она была первым человеком, которого назвали «ученым» в рецензии на одну из ее книг. До Сомервиль исследователей называли «людьми науки». Кэролайн Гершель Кэролайн Гершель, родившаяся в Германии в 1750 году, помогала. Продолжение истории читайте на сайте jah.club